Огорчение. Огорчение, опустошение. Вот если бы до этого противостояния кто-то сказал, что именно вот таким образом сложится двухматчевая эта дуэль, то, конечно, в первом матче допустили ошибки, наверное, роковые, которые в сегодняшнем матче, и, скажем так, отыграть Ганди Кап в два мяча, все было возможно, потому как складывался матч. Забили гол в первом тайме, оказывали колоссальное давление на соперники, хотя надо сказать, что и у соперника были моменты, тоже не обошлось так, что мы совсем не позволили сопернику ничего создать. Но в целом тот заряд, тот эмоциональный настрой у ребят, который был, и это чувствовалось при подготовке к матчу, что абсолютно ребята не опасаются соперника с точки зрения его участия в последние годы в Еврокубковых стадиях Лиги Европы, Лиги Чемпионов. Поэтому в целом, еще раз говорю, в первом тайме вся команда поняла, что можно играть, можно обыгрывать эту команду, что, в принципе, сегодня и продемонстрировали. Но понятно, что опыт команды достаточно высокий в Еврокубковых баталиях, и здесь очень важно было, конечно, забить второй мяч. Давление было, может, таких там прям моментов, скажем так, чтобы чисто вывести на удар какой-то завершающий, не получилось создать такой момент, но тем не менее ребята до конца, как говорится, искали счастье у ворот соперника, давление оказывали, и было видно, насколько Лудогорцу было трудно в концовке. Поэтому, еще раз повторюсь с того, с чего начал, огорчение, опустошение, потому что, на самом деле, были близки к тому, чтобы все-таки отыграть этот гандикап в два пропущенных мяча в первом матче, и каким-то образом постараться перевести матч в дополнительное время. Но, наверное, немножко не заслужили в первом матче. Может быть, забей один из тех моментов, которые мы имели в первом матче, и счет был бы 1-2, может быть, было бы полегче. А так, конечно, чего задним числом со слагательным не будем рассуждать. Благодарен команде, благодарен за характер, за бойцовский дух сегодня, за мужественную борьбу на футбольном поле, на каждом участке поля, и внизу, и вверху. Вообще, абсолютно никому никаких претензий нету, поэтому команда молодцы. Я и в раздевалке сейчас ребятам сказал, что, ребят, настоящие мужики, и дай бог, чтобы вы поняли, что вы хорошие футболисты, и «Динамо Минск» хорошая команда, которая способна играть на хорошем уровне. Поэтому таким образом вот. Пять замен в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем. Пять игроков вышли сегодня нового, которые до этого выходили с заменой либо в целом. Как правило, Судько, первый матч в игроков, насколько довольны, ну, так, новичками в стартовом составе сегодня? Ну, я не буду никого выделять отдельно, да. Мы все-таки сегодня командой хорошо предстали, и хорошо выглядели как команда в целом, да. И ни один футболист, еще раз повторюсь, не выпадал. В целом, изменения связаны с тем, что ясно, что после первого матча надо было каким-то образом... Ну, во-первых, мы тактическую модель изменили, да. Мы все-таки сегодня в два нападающих сыграли. И Ваня Бахар уже набрал хорошие кондиции. Это было видно по онлайн нашему функциональному состоянию, которое мы отслеживаем на тренировках, что он набирает кондиции. Ну, и Паша вернулся, неделю тренировался, никаких у него ощущений не было по его проблеме, которая возникла у него в матче с Динамо-Брест в последнем туре первого круга. Вот, поэтому в целом, как бы, еще раз говорю, сегодня один и второй. Ваня забил, во-первых, Паша тоже хорошо выглядел. Ну, понятно, что в концовке немножко подустал уже вот этот технический брак, который был в простых ситуациях. Это уже свойственно именно футболисту, когда он устает. Ну, в целом, еще раз говорю, 74-75 минут он выдержан на хорошем уровне. Но, еще раз говорю, сейчас это все надо забывать. Надо переключиться, постараться, потому что уже ничего назад не вернешь. И надо переключаться уже на другой турнир, на другого соперника, готовиться и, как говорится, правильно восстанавливаться и стремиться в следующем раунде пройти групповую стадию, как минимум, Лиги конференций. Понятно, что результат складывается из двух матчей. На сегодняшний матч победы. И это первая победа, если так смотреть, белорусская команда, в принципе, добытая, скажем так, первокуповая компания. Насколько сегодняшний матч в целом может изнести тоже в активную команду? Ну, если рассматривать отдельно матч, сегодняшний только исключительно, то я уверен в том, что победа заслуженная, на мой взгляд. Хотя, еще раз говорю, были моменты и голевые моменты у соперника. Ну, Федор выручил, штанга там случилась, да. Но в целом, еще раз говорю, по рисунку игры, по заряду на этот матч, ну, мы были сегодня, на мой взгляд, более энергичной команде, более нацеленной командой на то, чтобы добиться результата в сегодняшнем матче. Ну, и как следствие, мы этот матч выиграли. Поэтому, еще раз говорю, Лудогорец или это другой соперник, абсолютно не имеет значения. Мы можем, конечно, конкретный матч занести себе в актив. То, что мы одержали победу и провели довольно качественный матч. Дальше у нас Лига Европы, соперник уже, скажем так, известен. Это гибралдарская команда. Есть ли какая-то вообще в целом информация про нее, насколько этот соперник вам известен и не известен? Да, мы параллельно... Первое, что нам в какой-то степени повезло с жеребьевкой, я имею в виду то, что мы параллельно смотрели матч Карабах и Линкольн, то есть это два наших соперника. Только вопрос был, в какой турнире мы продолжим борьбу. Если бы мы сегодня получилось так, что прошли бы и Лудогорец, то мы попадали на Карабах. Но не случилось этого, поэтому попадаем на Линкольн уже в Лиге Европы. Поэтому параллельно с подготовкой к матчу к Лудогорцу и к первому и сегодняшнему матчу ответному, мы смотрели матчи и в Гибралтаре, где Карабах играл на выезде, и вчерашний матч в Азербайджане, в Баку, где тоже полностью матч посмотрели, имеем представление о сопернике. Ну, по крайней мере, это тактическая модель, как соперник играет, в какой стилистике. А более углубленно уже сейчас будем готовиться непосредственно в этом недельном цикле и уже более детально будем ребятам доводить тот план на игру, который мы захотим построить, для того, чтобы добиться успеха. Впереди недельная подготовка. Ожидаем ли возможно кого-то из футболистов «Динамо», кто остановился, кто присоединится к команде в ближайшее время? Ну, сейчас очень важно, чтобы после сегодняшнего такого энергозатратного матча никого не потерять, потому что есть где-то ушибы, есть чуть-чуть мышечное напряжение, потому что игра была действительно очень динамичной с нашей стороны. Много прессинга было, перемещений, вот поэтому, конечно, ребята сейчас поднагрузились. И сейчас надо вот завтра получить полную информацию от медицинского штаба, чтобы все были живы-здоровы. К сожалению, из-за дисквалификации Никита Демченко пропускает у нас следующую игру, поэтому, да, для нас это тоже не совсем такой приятный момент, но постараемся найти варианты КМ заменить и посмотрим на этой неделе, кто будет достоин сработать в центре полузащиты. Ну, а так, еще раз говорю, из тех ребят, кто сегодня играл, дай бог, чтобы все были здоровы и готовились к следующему матчу. А из тех ребят, кто к нам может добавиться, ждем приезд Романа Бегунова, он уже готов добавиться в общую группу, это тоже положительный момент. Владимир Викторович, насколько такие игры с таким рейтинговым соперником вообще влияют на уровень подготовки футболистов в футболе в целом? На мой взгляд, такие матчи, они позволяют футболистам, в первую очередь, ментально вырасти в том, что они способны играть как команда и как отдельный каждый футболист на футбольном поле, в хорошей команде, с хорошим зарядом и играть с достойными соперниками и выглядеть на уровне. Конечно, это большой плюс, я думаю, что это определенный опыт, особенно для молодых ребят наших динамовцев, и Трофима Мельниченко, и Никиты Демченко, и для Федора Лопоухова, хотя Федор уже и в сборной национальной дебютировал, поэтому посмотрел где-то, пускай там непродолжительное время, но уже международный уровень видел. И в целом для команды, конечно, это осознание того, что с любым соперником выходить надо играть, с позитивным настроем, с верой в то, что при хорошей подготовке, при решительных, смелых действиях можно играть с любым соперником и добиваться результата. И сейчас очень важно, в преддверии следующей стадии Лиги Европы, здесь очень важно сейчас будет поработать и в психологическом плане, чтобы не допустить никакой недооценки с нашей стороны по отношению к Линкольну, потому что команда вроде бы так по всем статьям Карабаху уступила, но тем не менее команда все равно имеет по увиденному в матче с Карабахом тактическую выучку, возрастная команда, есть опытные футболисты, которые в прошлом поиграли достаточно на хорошем уровне и в испанском чемпионате, поэтому возрастные, естественно, что здесь очень важно будет тоже грамотно сработать и подготовиться для того, чтобы сработать максимально на результат.